Оказался в политехе в первый раз в далеком 2011 году, когда я приходил сюда подавать документы после, соответственно, курса подготовки для поступления в этот университет. Поступал я тогда еще, были факультеты механико-машиностроительный факультет, кафедра машины и технологии обработки металлов давлением. В дальнейшем кафедру объединили с другой кафедрой технологии конструкционных материалов и материаловедения. И институт у нас теперь металлургии, машиностроения и транспорта. Зашел на лексико-физики Иван Мужикин, мой первый комиссар, тогда я об этом еще не знал, и рассказал нам именно про отряды, про отряд «Искра». И вот тогда я задумался, зародился этой идеей, и вот погряз на 8 лет, так сказать, в хорошем смысле этого слова. В 1948 году движение студенческих отрядов зародилось именно в Политехническом университете, когда 330 студентов политехников электромеханического факультета направились на строительство Алакусской ГЭС в Ленинградскую область. И опять же, лидерство в начале 2000-х годов, когда большей части страны движение отрядов угасало, у нас это сохранилось, и единственный отряд пронес вот эту нидочку Советского Союза именно отрядов сквозь 90-е и сохранился. И опять же, в начале 2000-х это движение активно начало возрождаться. В этом году в третий трудовой семестр отправится 21 студенческий отряд различных профилей, а ее общая численность 650 человек. Это порядка на 100 человек больше, нежели в прошлом году. У меня было 6 выездов на сезон. 12-й год – это линия электропередач в Иркутской области, 13-й год – это подстанция в Сербухове Московской области, 14-й год – это уже мы приложили руку к строительству космодрома Восточной. Далее, 15-16-й год – это Ямал, нефтегазоконденсатное месторождение. Завершающий мой сезон – это был 17-й год – Татарстан, завод Татнефть в городе Нижникам. Чем обязан отрядом? Это тому, что я встретил свою будущую жену именно благодаря студенческим отрядам. Вот как раз в августе этого года будет свадьба. Для меня политех – это люди, которые заряжают своей энергией и желанием работать.